МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в России тысячи молодоженов заключают браки. К сожалению, 80 из 100 заключенных союзов распадаются. Растет количество тех, кто разводится в первые 5 лет совместной жизни, но еще больше пар, которые не стремятся узаконить свои отношения. Почему так происходит? Почему распадаются семьи? И вместе с ними мы теряем основу нашего общества. Выдающийся русский философ Павел Флоренский говорил, мы живы, пока жива семья. Так почему же, несмотря на это, молодежные браки распадаются? Сегодня мы будем говорить о том, о чем молодые люди не решаются, а может, просто не хотят говорить со своими родителями. Вспомните недалеки те времена, когда традиционная семья являлась основой жизни человека, давала ему поддержку во всем. Сегодня в центре нашего внимания хранительница очага, молодая супруга. И тема нашей программы «Выбираем жениха». Как обычно, разбираться в сложных вопросах нам сегодня будут помогать эксперты. Семейный психолог Светлана Александровна Шевлякова. Главный редактор журнала «Молодожены Верхневолжья» Александра Волынская. Светлана Александровна, первый вопрос к вам. Почему столько браков, особенно молодых, распадаются? Ну, здесь вопрос заключается в том, что молодые люди не хотят нести ответственность за свое счастье и за свою любовь. Вступая в брак, они перекладывают эту ответственность на другого человека и считают, что кто-то может сделать их счастливым. И поэтому к выбору своего партнера подходят не очень серьезно. Подходят с точки зрения собственной, идентифицируя себя с ним. Считаю, что не знать своего партнера по браку может только королевская особа. Но, в принципе, обязательно мы должны знать, за кого мы выходим замуж. Мы должны знать, какие личностные качества у этого человека. Готов ли он с нами разделить наши ценности, наши взгляды, наши увлечения. Готов ли он разделить с нами нашу жизнь. Потому что, когда мы об этом не спрашиваем и не интересуемся, и вступаем в брак, а потом перекладываем на него эту ответственность, а он, в принципе, и не готов, и не собирался это делать. Конечно, наступают очень серьезные, очень серьезные глубокие конфликты. И, как бы, разочаровавшись в этом человеке и друг в друге, люди, конечно, пытаются сразу разорвать брак. Дашко Ко Шанель говорила в свое время, что иногда девушки чаще подходят более ответственно к выбору ночной рубашки, нежели мужа. И, наверное, это действительно одна из проблем, которые преследуют молодые браки. Может быть, есть какое-то наставление для людей? Если все-таки ты выяснил, что человек тебе не подходит, нужно как-то бороться, сохранить эти отношения или разорвать их вообще? Ну, я хочу сказать, что здесь очень серьезно нужно подходить к этому. Потому что я уже говорила о том, что мы несем ответственность личную за то, что с нами происходит, за свою любовь. Конечно, невозможно просчитать все в человеке. И, конечно, иногда случается так, что через какое-то время молодая девушка понимает, что она ошиблась. И здесь нужно ей хорошо подумать и сделать выбор. Потому что брак — это не приговор. Брак — это союз двух свободных людей, которые договариваются идти вместе по жизни и решать общие вопросы. Можно ли пытаться изменить своего спутника жизни, когда доходят до таких моментов? Я хочу сказать, что пытаться можно, и пытаются многие это сделать. Но это очень нецелесообразно и не дает никаких результатов. Потому что в конечном итоге после таких перевоспитаний люди остаются одинокими, разочарованными, разрушенными. И если им что-то удается, то они в любом случае потом не уважают своего партнера. Вообще-то в браке люди не должны перевоспитывать своего партнера, а учиться жить вместе с человеком, который на тебя не похож. Спасибо. У меня следующий вопрос к человеку, который знает много молодоженов и их историй. Александра, почему, на ваш взгляд, сегодня, когда ускорились все стадии отношений, от знакомства до вступления в брак, иногда проходят считанные даже недели и месяцы, «Стоит ли относиться вообще к этому настороженно?» Или, может быть, главный результат здесь – счастливый союз двух людей, а не то время, которое они потратили на построение отношений? Дело в том, что по роду своей деятельности я встречаю молодоженов уже на стадии подготовки к свадьбе. Они все в счастливой эйфории. И чаще всего я не знаю предыстории их отношений, и мы уже общаемся, исходя из их будущих представлений о семейной жизни. Я могу сказать, что те люди, которые решаются сыграть свадьбу, что на самом деле у нас сейчас очень дорогостоящее и ответственное решение, они, мне кажется, уже взвешенно подходят к этому. Хотя я знаю пары, которые были знакомы до этого и 10 лет, и 5, а кто-то недавно у нас женились, они были знакомы буквально 3 месяца. На ваш взгляд, что важнее и что лучше, какой брак будет прочнее, тот, который прошел большую-большую подготовку, или тот, который образовался раз практически на пустом месте? Я считаю, что этот вопрос философский и очень индивидуальный для каждого. Но в целом главный результат. Если эти люди счастливы, если они хотят строить дальше отношения, развивать их, если они осознанные в своем выборе и стараются сделать мир прекраснее, тем самым рожая детей, то все мои пары, которых я знаю в этом году, в 2013, все уже ждут детей, и это не может не радовать. Это значит, что их выборы осознанные, и они сделали все правильно. Спасибо. Самый безболезненный способ получить ценный житейский опыт – учиться на чужих ошибках. Сегодня мы поговорим с бывалыми людьми и теми, кто доволен своим выбором. Встречайте, у нас в гостях Ксения и Филипп Коноваловы. Не так давно Ксения стала женой, это ко многому обязывает, и сегодня она расскажет нам, как сделала свой выбор, и, может быть, поделится какими-нибудь секретами. Ксения, первый вопрос к вам. В вашей девичьей семье были ли какие-то ритуалы, какие-то традиции, связанные с замужеством? Нет, ритуалов не было никаких. А с родителями вы разговаривали о том, каким будет ваш будущий супруг, как нужно вести свое хозяйство вообще, как организовать жизнь семьи? Да, конечно, мы периодически разговаривали, но это было не так прям уж серьезно воспринималось и ими, и мной. То есть это не были норовоучения, наставления? Нет, 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 не было. Каждая девушка мечтает, наверное, в юном возрасте о своем будущем муже, о соль, которая алые паруса видела вдали. У вас были какие-то представления, какие-то ожидания? Да, конечно. Конечно. Мне хотелось выйти замуж в определенном возрасте. Я не думала то, что я в 20 лет выйду. Думала, что вначале там карьерный рост, все такое, а потом уже семья. Почему так получилось, что эти планы поменялись? Познакомилась с Филиппом, вот, и решили пожениться, поэтому все изменилось. Островский в драме «Гроза» изображал девушек очень свободными, а замужних зажатыми практически в ежовых рукавицах. Как у вас была жизнь, как она шла до замужества и после? Изменилось что-то кардинально? Конечно, изменилось. Я стала более серьезней. Появилась какая-то некая ответственность не только за себя, но и за человека, который рядом находится. А до этого все шло своим чередом, и я как бы не думала, что может так вот получиться. То есть не думали, что все настолько серьезно будет, что так далеко зайдет? Да, да. Хелен Роуланд говорила, что самая трудная задача для женщины – доказать мужчине серьезность его намерений. И самый главный вопрос. Как у вас решился вопрос о бракосочетании, если вы не ожидали его? Ну, мы начали встречаться, а потом поняли то, что нужно жить вместе. Вот, мы начали жить вместе и решили то, что не стоит затягивать, и так вот подали заявление. Сообщили родителям, они не были против, вот, как бы все нас поддержали. Филипп, а как для вас выглядела эта история? Ну, в принципе, супруга, то, что сказала, так все и было. Единственное, хотелось это добавить, что прежде чем мы вместе жить, прежде чем мы начали вместе двигаться в нужном направлении, к тому, к которому пришли сейчас, мы начинали, соответственно, с малого, как обычно, как это делают все. Гуляли по всему городу, и по ночному, и по дневному. А потом у нас зашли мысли, а почему бы нам не начать вместе жить. А как скоро они появились после вашего знакомства? Спустя полтора-два месяца примерно после знакомства. Довольно быстро. Решили вместе жить. В итоге все устраивало, нам понравилось, ну и захотелось нечто большего. Еще более серьезный этап в семейной жизни – это появление ребенка. Как вы думаете, есть какой-то оптимальный для этого возраст родителей? Ну, разумеется, не в 15 лет. Это должно быть осознанно, это должно быть в браке постепенно. Как бы оба должны идти к этому, а не так, что раз и все, давайте. Вот это должно быть постепенно. И снова к вопросу времени. Многие девушки ставят для себя рамки какие-то, что нужно выйти, например, до 25 лет замуж. Как вы считаете? Ну, у меня такое тоже было в подростковом возрасте. Я тоже думала, что я выйду замуж в 25, или позже, или раньше. Это как бы нормально. Это все так рассуждают. Приходится со временем. И многие браки в то же время по расчету соединяют люди друг друга. Как думаете, это какое-то осознанное стремление сделать свою жизнь более стабильной? Или в этом нет никакого смысла? Что лучше, брак по расчету или по любви? По любви, конечно же. Но а как ты сможешь находиться с человеком, которому ты ничего не испытываешь? По расчету это ужасно. Я думаю, что наверняка в вашей семье, может быть, даже на начальной стадии ваших отношений были притирки. Не бывает никогда, чтобы люди идеально подошли друг к другу сразу. Как вы прошли этот этап? Ну да, у нас были некие недопонимания, такая небольшая ругань, как говорится. Но все это прошли, все это будет, и без этого никак. А что было для вас главным, несмотря на вот эти вот мелкие недопонимания? Мне поначалу тяжеловато было в плане того, что мы вдвоем, и больше ответственности возлегло на мои плечи. Разумеется. То есть вот это вот поначалу давило, и было тяжеловато только поэтому. А так все это решается и не смертельно. А сколько вам было лет, когда вы поженились, и вообще когда это произошло? Это произошло буквально недавно, месяца два-два с половиной назад, 15 ноября. И на тот момент мне был 21 год, а моей супруге и 20. Спасибо. История создания вашей семьи закончилась свадьбой, и я надеюсь, что дальше ваши отношения будут только еще более крепкими и гармоничными. Сегодня у нас в гостях руководитель организации «Патриоты Верхневолжья» Вадим Степанов. Я знаю, что организация занимается проектами, которые тоже поддерживают семьи, и вообще идею создания семей, в том числе и молодых. Наши гости довольно рано связали себя узами брака. На ваш взгляд, вы считаете, это целесообразно или все же люди должны быть более взрослыми на момент создания семьи? Ну, знаете, мне кажется, самое подходящее время, как раз в самом молодом возрасте, как вот наши гости, в 21 год создать семью. Мы вот сейчас рассуждаем, в начале передачи был такой актуальный вопрос поставлен, когда лучше выходить замуж, жениться. Вот если мы через сто лет к этому вопросу вернемся, он свою актуальность не потеряет. Мне кажется, вот у нас ни у кого нет какого-то универсального ответа, можно, не знаю, десятилетиями встречаться, в итоге брак будет несчастливым. Или как было у меня с моей супругой, мы пять раз виделись, сейчас уже вместе шесть лет живем в прекрасном браке, у нас двое детей, и мы как бы нескончаемо рады. Поэтому, безусловно, ответ сложный, но мне кажется, нужно стремиться к созданию семьи, к созданию крепкой семьи, ну и, наверное, использовать опыт предшествующих поколений, консультироваться с родителями, с друзьями, с бабушками, смотреть, как жили до нас. То есть главное не возраст, а, наверное, мудрость? Безусловно, да. Спасибо. Следующий вопрос к психологу. Светлана Александровна, нужно ли молодым людям, вот продолжая тему, которую мы сейчас затронули, слушать советы родителей или всегда полагаться только на свое сердце? Нет, безусловно, всегда нужно слушать советы родителей, если они действительно мудрые и направлены на то, чтобы поддержать своих детей. Я хочу сказать, что люди влюбляются и, естественно, видят в своем избраннике то, что хотят увидеть, а не то, что есть на самом деле. Влюбленные люди всегда стоят на цыпочках так называемых. Это для того, чтобы понравиться друг другу. Естественно, они стараются произвести друг на друга очень положительные впечатления и иногда ведут себя не совсем так, как будут вести себя потом. И делают то, что им не свойственно. Но родители смотрят на это трезвым взглядом, да, и немножко с другой стороны. Поэтому они могут подсказать то, что вы не увидели. Многие родители, я знаю, предостерегают своих детей от ранних браков. Как вы думаете, есть какой-то оптимальный возраст для того, чтобы жениться или выйти замуж? Ну, я хочу сказать, что это очень индивидуально. Вот насколько человек зрел. Может быть зрелым человек и в 19 лет, и в 18 лет, и может быть где-то зрелым уже за 30, когда. Вот если человек внутренне готов к тому, чтобы нести ответственность за другого человека, чтобы построить с ним отношения, а построить отношения, это значит научиться жить с человеком, который на него не похож, и разделить с ним все тяготы жизни и радости жизни, тогда вот разницы нет. Конечно, чем старше человек, тем он зрелее, я бы так сказала, потому что в 25 лет наступает зрелость человека. Это психологический возраст зрелости. Вот, конечно, чем старше человек, тем он больше и мудрее, и у него больше опыта. Еще же, наверное, в любом возрасте есть факторы, которые могут какие-то шероховатости вносить в отношения. Это и материальное положение, и социальные, и религиозные взгляды, и степень образованности культуры. Зачастую это так бывает. Как думаете, нужно ли пытаться эти моменты сгладить? Или наоборот, это хорошо, когда встречаются разные люди разного положения? Ну, знаете как, это в каждом случае тоже индивидуально, потому что любовь — это чувство. И это чувство возникает независимо от социального положения, от возраста, от национальности, от религиозных убеждений. И если, допустим, родители молодых людей действительно искренне любят своих детей, они не будут препятствовать им быть счастливыми. Я просто хочу процитировать слова очень известного политика, они мне глубоко легли на сердце. Я хочу сказать, что когда мы молимся Богу и просим Его о милости, то мы всегда должны помнить, что Он создал нас равными. Поэтому вот эти вот разногласия, которые могут возникнуть, они могут только помочь людям развиваться, развиться личностно. И чем больше различий у людей, тем сильнее просто нужно работать над собой, чтобы быть вместе. А как же быть, если все факторы житейские, и мнение родителей, и какие-то материальные трудности, и несоответствие характеров против того, чтобы молодые люди были вместе? Вопрос к вам, Александра. Стоит ли бороться с этими всеми проявлениями? Я считаю, что стоит. Любовь, она все преграды сломит. Если она действительно искренняя, настоящая, если людям суждено встретиться и быть вместе, то ничто не сможет им помешать. И я думаю, что жизнь и наш опыт свидетельствуют об этом. А как думаете, что имеет главную роль в отношениях? Сейчас мы много говорили о любви, естественно, чувства должны быть у людей друг к другу. Я думаю, самое главное – взаимное уважение. Только оно потом остается. Потому что любовь, она так или иначе немножечко проходит, страсть уже улегает. Все мнения и замечания справедливы, я думаю, которые сегодня прозвучали, и многие могут их взять на заметку. Сегодня молодые люди у нас в зале. Что вы думаете по поводу брака? Есть ли у вас какие-то мнения, нужно ли выходить замуж и жениться в более раннем возрасте? Или уже когда ты более опытный? Представьтесь, пожалуйста. Юрий тоже уже, как видите, окольцован в самом счастливом смысле этого слова. Конечно, в нашем мире, в котором мы сейчас существуем, мужчине нужна женщина, а женщине нужен мужчина. Кто думает, что самостоятельно пройдет этот жизненный путь, лишает себя очень многих радостей. Не только радостей, так скажем, тела, но и радости души. Потому что если человек найдет себе супруга или супругу, которая пойдет с ним по жизни, как верный напарник, то они оба получат нескачаемое удовольствие от этого жизненного пути совместного. Но когда у них, естественно, одна из важнейших функций семьи – это создание ребенка, продолжение человеческого рода, когда появится ребенок, это счастье умножится надвое, а то и в кубе. И наши гости и эксперты считают, что в первую очередь при создании семьи важны чувства людей друг к другу. Но сегодня, когда в мире на первый план зачастую выходят материальные ценности, все больше браков заключается именно по расчету. По холодному, трезвому расчету, когда люди знают, что они будут обеспечены, что их дети вырастут в их собственной квартире, им не нужно будет искать каких-то дополнительных способов обеспечить свою семью. Что, на ваш взгляд, главную роль играет в браке? Холодный расчет, когда есть основания все быть спокойными за дальнейшую судьбу семьи? Или все-таки совместные чувства? Только представьтесь сначала. Алена, мне кажется, главное быть любимой и любить. Больше на остальное все приложится. Ну а как же трудности? Молодые люди, когда вот так же отдаются порывам чувств, женятся, решают жить вместе, возникает проблема, материальный вопрос. Как перебороть вот это? Многие браки ломаются ведь именно на этом. Мне кажется, если ты любишь, можно это перебороть. Ясно. Еще какие-нибудь мнения? Что лучше? Холодный расчет или чувства? Татьяна. Я считаю то, что, конечно, важны в жизни двух людей это чувство, любовь. Ну и, конечно же, взаимопонимание. Потому что нужно прислушиваться друг к другу, считаться мнением. И, возможно, тогда любовная лодка не разобьется о быт. И все будет хорошо. Спасибо. Итак, мы выяснили, что вся наша аудитория сегодня за чувства. И за то, что если люди действительно любят друг друга, то справятся со всеми трудностями. По традиции я задам заключительный вопрос нашим экспертам Светланы Александровны. Чтобы избежать, как возможно, всех трудностей, всех возможных, как девушке не ошибиться в выборе своего спутника жизни. Если есть какие-то главные правила, можно их сформулировать? Конечно, я сформулирую. Я хочу сказать, что в цивилизованных странах, прежде чем пойти под Венец и заключить брак, молодые приходят к семейному психологу. И я хочу вам задать три традиционных вопроса, которые обычно задают молодоженам. И над которыми нужно подумать, прежде чем вступить в брак. Первый вопрос такой. Сможешь ли ты дружить со своим избранником, если не будешь заниматься с ним сексом? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ты любишь его за то, что он есть или за то, что он для тебя делает? И третий вопрос. Сможешь ли ты принять все его неприятные привычки, которые тебя раздражают? Если влюбленная девушка отвечает на все вопросы «да», то психолог ей говорит, что вы любите этого человека, вы можете спокойно вступать с ним в брак. Если же на какой-то из этих вопросов кто-то ответит «нет», то психолог говорит, что вам надо еще подумать. О чем это говорит? Первый вопрос свидетельствует о том, что в браке всегда нужно дружить. Супруг, он прежде всего должен быть другом. И дружба, она помогает преодолеть все трудности. Второй вопрос говорит о том, что любить нужно человека за то, что он есть, а не потреблять его. Потому что многие браки распадают только из-за того, что люди потребляют друг друга, то есть за то, что он для них делает. И, конечно, люди не хотят принимать другого человека таким, как он есть. А истинная любовь, как говорят психологи, это любить. Любить — это значит принимать человека таким, как он есть, если даже тебе что-то в нем не нравится. Александра, и заключительный вопрос к вам. Подводя итог нашей программы, что скажете, какое напутствие дадите людям, которые планируют создать семью? Светлана Александровна очень правильные вопросы задает. Я считаю, что каждый из нас и все наши зрители должны их задать себе. И, исходя из этих ответов, сделать выводы. Ну а в целом, конечно же, желаю всем тем людям, которые любят друг друга, ценить это чувство, развивать его, жениться. И, конечно же, создавать счастливые ячейки общества нашего. А есть какой-то залог, чтобы эта ячейка, чтобы семья была крепкой? Взаимопонимание, согласие и дружба, да. Спасибо. Сегодня мы снимали печати недосказанности с такого вопроса, как создание семьи. Мы узнали реальную историю Ксении и Филиппа, которые пришли к своему счастью осознанно, услышали мнение экспертов и аудитории. Крепкая семья — это не только повышение рождаемости и изменение демографической ситуации в стране. Это еще и залог счастья каждого из нас. Крепкая семья продлевает человеку жизнь, снимает напряженность в обществе. «Мой дом, моя крепость», — гласит народная мудрость. Между тем, многие молодые люди забывают о том, что это так, и отгораживаются от дома, от семьи, крепостью из предрассудков. Но ведь семья — это не только основа всей нашей жизни, но и счастье каждого. Помните, что по-настоящему счастливым может быть только тот, кто не просто берет, но сначала отдает. Вы смотрели ток-шоу «За семью печатями». С вами была Кристина Пугачева. Кристина Пугачева.